всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл каково же было мое удивление когда я узнал что вот эти электронные схемы электронный конструктор разрабатывается и самое главное производится в россии так как все мы знаем что все делается в китае и когда мне ребята вот из этой компании pinlab написали с предложили на обзор такие конструкторы я даже не думал посмотрел что это такое на сайте заинтересовался и рассказываю вам суть в чем знаете на самом деле немножечко если бы советский союз не развалился не будем дискутировать о политике о чем-то еще то вот такие вещи в советском союзе были очень популярны когда впервые увидел их продукцию я сразу почему-то подумал о советском союзе его хороших сторонах потому что одна из самых больших ценностей в этом наборе это не сам набор их два позитроника лаборатория в информации здесь есть книга бумажная книга и знаете ребята я взрослый человек я учился в школе мало того у меня по физике четверка было а я был троечником скрывать не буду вот и вот я практически все чему меня учили я забыл например вот я открываю книгу и как некое сокровище потому что вокруг нас вот все что в этих конструкторах это все простейшие электронные схемы то есть можно сделал сигнализацию выдвинут провод например будет раздастся сигнал можно включить элементарно лампочку очень много здесь я вам покажу подробно что это такое ну например я вообще забыл что такое вот резисторы ограничивают электронный ток конденсаторы накапливают электрический ток и так далее при том что красочно оформлена книжка сама по себе целое сокровище и знаете моему сыну 6 лет он пока не проникся но все-таки 6 лет ребенку это уже лет от 8 я так думаю от 7 от 8 и старше но я сам с удовольствием я думаю не один вечер посвящу вот именно этим как сказать развивающими играм электронному конструктору давайте посмотрим сначала большую электронную лабораторию тут все относительно просто у нас есть большая схема разумеется поед ничего не нужно тем кто как я рос советские года я 79 года рождения помните был танк такой который нужно было паять он был на пульте который проводной пульт вот у меня такие воспоминания игрушки советские были здесь есть куча проводов проводков по цвету разумеется отличающихся и сама схема лаборатория на этой схеме огромное количество компонентов если быть точным 99 рычажки то есть это и детям и взрослым динамик зуммер питание питание от батарейки крона в обоих наборах осуществляется и батарейка крона идет уже в комплекте купить ее не проблема и я смотрел они недорогие относительно недорогие до хватать ее должно надолго и самое главное есть даже пинцет все так берем книгу и делаем начинаем делать какую-то простейшие вот самое начало начинается это простейшая электронная схема простейшая цепь как она называется соединить три провода для того чтобы загорелся индикатор но как мы видим здесь огромное количество есть и зуммеров и рычажков и все это изучать просто интересно но интересно если у вас склад ума если вам это все конечно интересно потому что все люди разные еще раз отмечу паять ничего не нужно схема как обещает производитель многократно можно очень большое количество раз подключать переподключать все эти компоненты и большом наборе уже все это спаян и паять ничего не нужно маленьком наборе все несмотря на то что коробочка значительно более меньше восторг он у меня вызвал наверное больше за счет того что здесь огромное количество просто реально если быть точным компонентов 34 электронные схемы но они все в отличие от большого набора они не уже установлены их нужно подключать самому и каждая прописана резистор здесь у нас их четыре штучки вот те самые компоненты маленькие которые есть внутри любого электронного устройства просто в современных телефонах там несколько другое но все вся суть это электроника суть там есть материнская плата так называемая вот она здесь она здесь маленькая но можно собрать опять же из нее микросхемы усилитель резистор 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 еще их много фото диод конденсатор то есть вариантов очень много мы по цене им батарейку открываем чудесную книгу которую я подробно уже рассказал да конечно тимур держи давай о молодец сильный не заходишь на занятия отлично да и давай посмотрим здесь у нас огромное количество проводов разумеется провода можно отсоединять да конечно давай пинцет и специальная площадка и опять же разъем для наушников еще раз отмечу здесь уже на ней все установлено на этой схеме также паять ничего не нужно просто проводами соединяем нужное нам нужно и чтобы получить нужный нам результат давайте самое простое тут микрофон резистор питание фоторезистор динамик зуммер микросхема индикатор кнопки транзисторы сенсорное поле даже есть смотри вот она светодиоды переменный резистор простейшая электрическая цепь но для кого простейшая а для кого еще нужно и сообразить как все это сделать давай тима мы сначала берем один провод они разной длины нет одинаковый давай черный провод допустим бери черный смотри соединяем его с цифрой 5 смотри раз как на схеме еще один провод тимурчик а любой и 64 соединяем с 26 ну что у нас получилось а кнопка он теперь нужно давай еще мы сейчас построим сделаем да давай мне еще пожалуйста 90 и 34 и 65 сейчас и здесь 69 и 4 а ура результат один появился первый результат загорелся светодиод как и нужно было круто чтобы вы понимали что это не совсем просто игрушка чтобы лампочки зажечь или что-то еще здесь есть индикатор полива цветка вот эта площадка она в горшок ставится собирается схема опять же все очень красочно нарисовано и когда почва влажная соответственно электрический ток проводит когда почта когда почва высохнет то ток проводить не будет и раздаться сигнал очень клёво кроме того из полезного да и просто интересно детектор света например можно создать датчики движения триггер шмидта усилитель звука ребята вообще тут конечно вот поискать посмотреть имитатор звуков двигателя и гудка опять же можно создать с помощью вот этого конструктора схемы опять же все присутствует просто соединить провода и воздушная тревога мне вот это нравится пока еще не пробовал мерцающие огни то есть я вам показывают далеко не все здесь очень много маяк например смотрите маяк на микросхеме не 555 то есть ребята с этого все электроника да тимур начиналось то что мы сейчас живем в нашем цифровом мире это вот она когда-то это были огромные компьютеры с комнату когда-то это были огромные конденсаторы кто-то помнит еще лампы телевизоры лампы приемники ламповые здесь же все компактное и и знаете приятно что это не очень больших денег стоит то есть я ожидал что будет дороже ссылку на сайт производителей магазин я оставлю где можно посмотреть и если хочется просвещаться технически приобрести а я же с вами не прощаюсь а говорю до свидания будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид и тимур счастлива